Мы рады вас всех приветствовать. Это, в общем-то, первое заседание международного потока, это первый международный поток, который мы организовали компанией Bittrex. И основная цель его или задача в дальнейшем будет знакомить партнеров Bittrex с лучшим опытом, который есть по работе как нашей компании за рубежом, как мы продвигаемся, как мы развиваем свои продукты, как мы учитываем особенности тех или иных клиентов или рынков. Или какой опыт приобретают наши партнеры, выходя на западный рынок. С нашими продуктами, со своими услугами, с приложениями в маркетплейсе. И все это должно дать вам дополнительную какую-то мотивацию для того, чтобы развивать свой бизнес, устанавливать для себя новые планки, ввелить новые горизонты. В целом задача международного потока – это увеличить ваш кругозор и раскрыть вам немножко рамки привычной работы в России. Я являюсь руководителем международного направления, по совместительству еще и президентом нашей американской компании Bittrex Inc. Мы занимаемся построением партнерской сетью, продажами во всем мире, сопровождением проектов Bittrex 24. И, собственно говоря, все наши мировые успехи – это заслуга нашего международного направления в компании Bittrex. Все наше международное направление находится в Калининграде. Мы, собственно, управляемся оттуда. Юридические лица у нас зарегистрированы, соответственно, в Соединенных Штатах Америки. Мне будет сегодня помогать Дмитрий Давыдов – это наш директор по маркетингу западного направления. И в нашем потоке еще будет Сергей Мартынов – это компания UX Loft, Максим Кучук – компания MC Art и Алексей Андреев – это Speed, вижу, HTML Studio. Мы расскажем вам про разные аспекты, про работу с клиентами веб, про работу с клиентами Bittrex 24, с крупными корпоративными внедрениями за рубежом и по взаимодействию с иностранными партнерами, и по работе с маркетплейсом, по продвижению своих приложений на международные рынки, по платежам, по особенностям каким-то, по локализациям. А начнем мы, собственно говоря… Так, ее надо как-то активировать, наверное, да? Вот так. Начнем мы с небольшого экскурса в историю того, как мы пришли на международный рынок. История довольно богатая. Мы выходили на мировой рынок, наверное, с 2004 года начали мы это движение, и очень трудно будет мне сейчас за 15 минут рассказать все 10 лет, то есть это такой экскурс, поэтому я остановлюсь на каких-то важных моментах интересных, но вы всегда сможете либо задать мне вопросы после презентации, либо на круглом столе, который у нас завершит наши доклады, и во время круглого стола мы сможем все отвечать на разные аспекты или рассказывать о тонкостях. Итак, мы пользуемся тем же самым приложением конференции. Если нужны вопросы, задавайте. У нас аудитория небольшая, в принципе, мы готовы принимать вопросы и из зала. То есть, если будет такая необходимость, пока вопросы можете писать, коллеги нам помогут принимать их. Еще раз, это в докладе участвует я, Дмитрий Варьянов, и Дмитрий Давыдов будет помогать мне. Собственно говоря, наши заслуги особенно видны на этой карте. Битрикс 2.4 становится все более и более популярным сервисом. Мы усиливаем наши позиции, мы работаем с разными регионами, нам очень помогает наша технологическая команда. Саша Давыдов, Сергей. Вот. И все более и более устойчиво, все более и более надежно, и с охватом рынков и регионов мы движемся по миру. Мы увеличиваем количество локализаций. С каждым годом у нас, в этом году у нас на первое только полугодие запланировано три дополнительных языка, помимо тех, что представлены уже, да, то есть вы видите, мы запускаем дополнительно французский язык в ближайшее время, мы запускаем польский и турецкие языки. С чем связан выбор языков? Скорее, с анализом ситуации на рынках тех или иных стран мы увидим, где увеличивается трафик, где увеличивается использование мобильных приложений, где увеличивается спрос на те или иные технологии. Мы отслеживаем важные тренды и ориентируемся на спрос со стороны клиентов. То есть у нас есть такая накопительная база, которую мы ведем, и если количество достаточное, то мы делаем эту локализацию. В принципе, сделать локализацию несложно, то есть добавить язык для нас не представляет труда. Проблема в другом, что локализация – это не только язык, это изменение продукта, это учет менталитетов каких-то в работе определенных инструментов, это работа, правильная и корректная работа с документами, валютами и прочими-прочими системами, потому что мы все-таки занимаемся на грани, находимся на стыке бухгалтерии, электронной коммерции. И вот эти очень важные вещи, которые приходится локализовывать, которые приходится прорабатывать, корректно рассчитывать налоги для разных стран, это все входит в процедуру локализации. И опять-таки все зависит от того, насколько популярным может оказаться продукт в той или иной территории. Как все начиналось? То есть фактически мы стали компанией международной, которая продавала, начала продавать продукт на международный рынок. Это в 2006 году мы зарегистрировали юридическое лицо. В то время мы были активным участником из ДЭФ, это Российская Ассоциация, объединяющая разработчиков софта. И мы как активные участники это не могли остаться в стороне. И все шароварщики вышли на запад, мы решили, что мы тоже как шароварщики, и пошли на запад. В тот момент у нас была готова локализация, но не было в голове сложной программы, не было понимания, что мы будем делать на рынке. Но шаг был сделан. Мы зарегистрировали компанию, открыли банковский счет. Очень правильная вещь, которую мы сделали сразу, мы зарегистрировали торговые марки и зарегистрировали на себя домены. Платежи мы начали принимать, как все шароварщики, на тот момент инструментами привычными. И первый этап нашей эры, это был битрикс управления сайтом. Битрикс управления сайтом. Все бы ничего. Это была замечательная платформа. На тот момент это уже была достаточно сложная платформа, достаточно серьезная. Мы уже активно работали, набирали в России большую базу партнеров, устраивали тоже конференции. Все выглядело очень многообещающе. Подвело нас слово «платформа». Слово «платформа» оказалось не так востребованным на рынке, потому что оно требовало длительного обучения, отрыва специалистов у партнеров и документирования очень подробного и активного участия с нашей стороны в обучающем процессе. Если сейчас мы решаем эту задачу в России с академией, битрикс академией, и сертификацией специалистов, или даже уже открываются учебные курсы на базе университетов и так далее, то на тот момент у нас, конечно, не хватало ресурсов. Мы все обучение проводили лично, через вебинары, через онлайн-платформы, но это было сложно. Мы даже предприняли попытку и проехали по Европе, так сказать, это ближе к Калининграду, мы проехали по нескольким странам с таким партнерским туром, выбрали заранее директорию партнеров и назначили много встреч. Это было действительно много, мы делали это не один раз. Мы проехали по партнерам, продемонстрировали им продукт, получили вау-эффект. Партнеры просто не знали, как нас благодарить за такой продукт, но никто не взял. Почему? Оказалось, что очень много причин, по которым им невыгодно использовать битрикс. Первая причина – это большое время на обучение, еще раз. Это то, что людей нужно взять из процесса и отвлечь на 4-5 месяцев для изучения сложной большой платформы на разработку. Второй момент – наличие open-source решений на рынке. Их было много, под них написано большое количество расширений, и они показывали нам свои проекты, мы видели, что они сшиты белыми нитками. Мы когда-то сами так делали, сайты вы помните, что если можно взять кусочек кода на гитхабе, можно взять кусочек кода здесь, взять какой-то плагин сюда, и получить сайт, который отдать клиенту. Все когда-то так начинали, у них это было повсеместно. То есть они на этом зарабатывали, и у них тонкость была в том, что мы до сих пор еще не перешли к почасовой оплате в России. То есть у нас люди больше понимают какое-то контрактное обязательство, сколько будет стоить сайт, столько будет стоить сайт. У них все это было по часам. Час работы программиста, час работы дизайнера, и они могли осмесить эти часы. Они четко говорили, вот проект на 10 часов. Не на 300 долларов, а на 10 часов, в котором могла быть разная цена часа. Это могло быть дизайнер и контентщик. Но когда они видели наш проект, они говорят, у вас все есть. Вот у вас все есть, у вас все модули написаны. Мы говорим, это же плюс. Они говорят, нет, это минус. Мы говорим, почему минус-то? Они говорят, потому что клиент увидит, что у вас все есть. И что мы ему продадим? Как мы ему продадим часы? У вас же все уже разработано. Он не поверит, что у вас компонент недоработан. Вот доработка компонента они не могут продать. Они могут... Написано интернет-магазин, все, клиент покупает, говорит, у вас готовый интернет-магазин. Это был такой эпик фейл произошел с нами, потому что мы не знали, как с таким возражением бороться. Мы им говорим, попробуйте продать обучение, попробуйте продать какие-то кастомизации, дизайн дополнительный. Они не умеют. В принципе, это другой уровень экспертизы, в котором сейчас только наши российские партнеры тоже начинают с этим работать, когда нужно создавать дополнительный отдел, который будет заниматься обучением, транслировать этот опыт на клиента. Мы не смогли преодолеть. И еще такой был момент, что партнеры, которые в Германии... Они у нас появились, эти партнеры, просто не стали активными разработчиками. Они были разного уровня. Это были маленькие студии, это были студии в 8 этажей. В Бремене с нами запартнерилась компания, которая в 8 этажей, 300 человек. У них только этаж один занимался контентом. Это была крупнейшая студия Германии, веб-студия. Они занимались контентом, наполнением, например, для Отто. То есть целый этаж людей, которые упорно набивают контент. И они делали все от фотографий до SEO. То есть полный-полный цикл. И вот тут мы немножко тоже не попали в них. Потому что им было проще продать клиенту какую-то либо готовую платформу, дорогущую, которая 100 тысяч евро стоила, или взять какое-то там друпал решение, WordPress решение, и допиливать его годами. Потому что контракты они заключали на годы с такими компаниями. Потому что там дальше шло. Отто не беспокоит о своем контенте. У него нет своего веб-отдела. Этим занимает сторонняя компания. И тут мы тоже не попали в модель. Просто мы не попали в бизнес, который существовал на тот момент в Германии. В общем-то, мы стали, тем не менее, продукт стал успешным, но не на развитых рынках. Мы получили хороший опыт в Таиланде. Мы получили замечательный опыт в Иране, чем мы не очень гордимся. Но, тем не менее, наш партнер там активно работал. Причем в этих странах проекты уровня государства. В Таиланде, например, Министерство сельского хозяйства реализовано. В Центральной Африке какой-то комитет по работе с беженцами. Это очень серьезные в Кении у нас отличные были проекты. Но все эти развивающиеся рынки, они нам не давали расти. В связи с этим мы приняли решение отказаться от продвижения битрикс-управления сайтом и сосредоточиться на других проектах. В то время у нас уже появился продукт битрикс-интранет. Это был 2009 год. И мы начали продвигать. Это был и продукт, и платформа. В целом, что нужно сказать, что эта стратегия осталась у нас и сейчас. Но на тот момент мы сделали пару ошибок. Ошибки были с выбором партнеров. И даже не то, что с выбором партнеров, а то, что с нашим непониманием. Мы опять пришли с российским пониманием, и мы говорим, вот вам внедрение, вот продукт, который можно внедрить. А оказалось, что те системные интеграторы, системхаусы немецкие, у них нет совершенно разработчиков, у них нет ПХП-разработчиков, у них нет этого опыта. Они могут настроить инфраструктуру, они могут подключить телефонию, ERP. А вот сделать что-то с веб-продуктом, у них нет такого опыта. У них есть опыт внедрения ширипойнта. Многолетний, и он внедряется много лет. Или они могут внедрить IBM Connections. Это стоит дорогих денег, это тоже долгосрочные контракты. И наш продукт, то есть мы долго искали подход к этим партнерам. В конце концов, сейчас получилось так, что эти партнеры, которых мы нашли, за несколько лет они создали у себя эти отделы по разработке, и теперь занимаются более правильно. Но у них есть и другая модель, по которой они организовали, мы им помогли, но они организовали сотрудничество. Теперь они есть разработчики, есть интеграторы, есть бизнес-консультанты. Консультанты приходят, продают, следом внедренцы, следом доработчики. И такая схема работает, и сейчас она, в принципе, есть. И нам Максим Кучук расскажет немножко об опыте с вами и в той же самой Германии. В принципе, бизнес стартовал хорошо, мы добавили локализацию, мы прибавили немножко веса, появились клиенты, интерпрайз уровня клиента, хорошее, но было что-то не так. А что было не так, мы видели, что в течение нескольких лет мы остаемся на том же самом уровне. Деньги не растут. Деньги не растут, продукт хороший, клиенты хорошие, партнеры хорошие. Где в этом треугольнике что упущено? И вот оказалось, что упустили мы совершенно простой момент. Партнер берет проект и выпадает на полгода. И мы не можем его массово нагрузить ничем. То есть он не может больше лицензий продать, потому что ему выгодно работать в компании, в которой 3, 4, 5, 6 тысяч человек. Мы получали свои деньги за лицензию, и партнер на полгода пропадал. Но в итоге нам надо было либо расширять количество партнеров интенсивно, либо пытаться как-то партнеров мотивировать на дополнительные продажи. Мы не справились с этой задачей. То есть мы не смогли смасштабировать ее. То есть количество партнеров оказалось конечным на данной территории. Причем, что мы встречались с большим количеством, участвовали даже в конференциях, где более 200 систем хаосов было. Но на выходе все равно вот эта модель, она не росла. Нам удавалось расти, но это было там 10, 20, 30 процентов в год. Это был совершенно не тот рост, которого мы хотели добиться. И тут мы вступили вот в эту эру Bittrex 24. Как только появился сервис, жизнь заиграла сразу новыми красками. Все стало как-то по-другому. Появился клиент, который тестировал продукт в онлайне. То есть он сразу получал мгновенно продукт. Это был продукт-сервис, готовый. Не было слова платформы. И мы под шумок совместили стратегии. То есть у нас теперь не осталось Bittrex Интернет. У нас есть Bittrex 24 в коробке. Это здорово. Теперь клиент может начать в облаке, и партнеры его конвертируют в коробку. Когда мы объяснили эту стратегию партнерам, все были очень довольны. Конечно, немецкие партнеры, например, лишились определенной части заработка. У них был, как мы знаем, у них, например, установка только продукта на сервер. Они брали с клиента 3000 евро. 3000 евро за установку, при том, что весь продукт стоил 3000. А вот при получении облака получалось, что это дешево, можно начать бесплатно, можно втянуть команду и только потом выполнять конверсию. Партнеры у нас стали появляться активнее. Мы стали видны. Дмитрий расскажет еще нам о том, как мы продвигались, как мы завоевывали внимание и продвигаем бренд до сих пор. Но, тем не менее, партнеров мы получили достаточное количество на данный момент. И оно продолжает расти. Очень много заявок наш партнерский отдел обрабатывает. Рынки, соответственно, мы тоже очень много рынков сейчас новых и открываем. И у нас не осталось стран, где нас нет. В той же Гренландии там или где-то еще. То есть везде, на небольших островах, в океане все это видно в присутствии в Битрикс-24. В Германии картина... Я каждый раз использую слово Германия, потому что опыт работы с Германией совершенно уникальный. В Германии все настолько регламентировано законом, что там очень трудно. Там с любым продуктом трудно. Но с продуктом Битрикс-24 мы наступаем на грабли сразу. Работа с персональными данными. Это отдельные соглашения лицензионные, которые нужно заключить с пользователем. Это необходимость хранить данные. Спасибо, ребята, мы теперь там храним данные во Франкфурте. И целый ряд вещей, которые нам нужно соблюдать по закону, мы должны информировать владельцев бизнеса о том, что мы храним данные в Германии. В противном случае грозят большими штрафами. Причем если мы не информировали немецкого предпринимателя, он поместил данные своих сотрудников в облако, и ему прилетит штраф, если это компания американская, например. И если у нас не будет всей необходимой документации, чтобы подтвердить, что мы его информировали, он подписал соответствующее соглашение с нами, то этот штраф переходит к нам. Тут же на американскую компанию переходит ответственность за вот такие действия. Поэтому это действительно такой... Все сложнее становится в этом плане работать со многими европейскими странами сейчас. Собственно говоря, мы сейчас уже прошли первый этап, мы стартовали, мы взлетели, мы уверенно находимся на рынке, но параллельно были маленькие детки, были маленькие проблемы. Мы растем, проблемы становятся большими. И не то, что проблемы, а заботы такие. То есть что говорить, если пока вы растете, и пока вы испачкали соседке дверь, например, она погрозит вам пальцем, а вы вырастаете и включили музыку погромче, соседка подает на вас в суд. Пока мы были маленькими, нас не замечали. Пока мы были маленькими, к нам никто не приходил и не спрашивал нас заплатить денег. Теперь мы каждый, не сказать день, но месяц, испытываем какие-то вопросы, где мы активно работаем с юристами. Кто-то приходит к нам за нарушение копирайтов, кто-то приходит к нам за нарушение... Мы постоянно находимся на связи с федеральными органами разных стран по работе телефонии, по использованию наших продуктов для спама. Очень много вещей подтягивается. Работа с деньгами и валютами на территориях, это все очень сложно, но опять-таки, мы даем возможность использовать разные инструменты. Это связано и с появлением фродов и так далее. То есть тем компаниям, кто собирается выходить на рынок, тоже нужно очень внимательно относиться к выбору инструментов. Я сейчас не охватываю в рамках этого доклада, но мы всегда готовы поделиться, почему мы выбирали какие инструменты, что и с чем лучше работать. Налоговое законодательство сильно поменялось в мире. Теперь тот самый пресловутый закон на Google начинает действовать в разных странах. Мы вынуждены теперь платить налоги на территориях всех практически стран Европы. Благо в Европе теперь сделан единый центр одного окна, где можно платить. Но мы вынуждены считать для каждой страны свой налог, брать его с физических лиц. В ряде стран теперь его берут и с юридических лиц. И вот эта ситуация, есть инструменты, которые позволяют это автоматизировать, но в целом это дополнительная нагрузка на нашу бухгалтерию. И теперь законопослушные граждане платим налоги в Южной Африке, в Норвегии, в Швейцарии, во все европейские страны. Для маленьких компаний может быть это не актуально при уровне оборотов, но когда компания увеличивается, это, конечно, может грозить штрафом и отключением сервиса в регионе. Очень важный момент это регистрация торговых марк, я уже отмечал, и работа с патентами. Тут ситуация очень сложная, мы такая информация, мы ее публично особо до этого не говорили, но безусловно всем компаниям начинают потихоньку приходить претензии от патентных троллей. Это такая ситуация в мире, мы работаем активно с нашими компаниями и даже конкурентами, общаемся на эту тему, потому что прилетает и нам, и им претензии патентные. За этот год у нас были несколько случаев, когда мы отработали. И ситуация сложная, денежная, требует участия и юристов, и выплат, и в конечном итоге анализа патентной ситуации по тем или иным решениям, которые выводите на рынок. Если, например, то, чтобы никого не пугать, но тем не менее, конкретный пример, по которому нам пришлось заплатить, это конференции, связи через протокол WebRTC. WebRTC открытый протокол, вы можете его использовать совершенно нормально, общаясь между браузерами, никто вам претензий не предъявит. Но как только в этой схеме он описывает соединение peer-to-peer, то есть точка-точка, и как только в этой схеме появляется дополнительный участник, например, какой-то сервер вашей компании, который сообщает о том, онлайн ли ваш собеседник или офлайн, в каком месте он находится, готов ли он соединиться. Как только появляется этот сервер сигналинга, нам тут же пришел патент, который был зарегистрирован, мы посмотрели, он в этот же момент пришел еще 20 компаний, мы с ними связались, все компании были вынуждены заплатить. То есть все эти 20 компаний, и это были наши конкуренты, среди тех, кто заплатил, была даже компания IBM. То есть на самом деле ситуация с этим на рынке очень серьезная, и нам приходится уже уделять внимание. Если раньше мы не думали об этом, то теперь думаем активно. Что касается бизнеса, то мы работаем сейчас в рамках той же самой модели, что в России. У нас просчитывают все параметры, это SaaS-сервис. Мы очень внимательно относимся к различным деталям сервиса, очень внимательно подслеживаем и конверсии, и подачу информации, прорабатываем материалы, готовим материалы для партнеров, они открыты, их можно использовать в дальнейшем, если вы планируете. Ну и когда на Марс, это мы сами себе задаем вопрос, что вы делаете, когда закончится у нас экспансия. Но в ближайшие годы мы планируем все-таки работать активно онлайн, развиваться как не планируем физических открытий офисов, например, в той же стране, Латинской Америке или Бразилии, с чего начинают многие компании. Зачастую в современном мире это не так важно. Проще купить какой-то телефонный номер в этой стране или колл-центр, или работать с партнерами. это намного дешевле и это дает больше пространства для баневра. Но тем не менее, тоже такие задачи мы перед собой ставим, но не на ближайшее время. И теперь я передам микрофон Диме. Дима расскажет о том, как мы стали компанией мировом. Я вам расскажу, как завоевать мир за 4 года. Или, по крайней мере, к этому максимально близко подойти. Небольшой экскурс. Вы, конечно же, понимаете, что такое Битрикс и его место в России, видимость бренда. Что мы на данный момент имеем в мире? Наш основной сайт это bitrix24.com, хотя мы ведем много региональных, так вот он сейчас в топ-5 самых посещаемых сайтов мира. У нас очень много трафика. У нас популярное мобильное приложение и в Google Play, и в iTunes. Нас любят прессы, и я чуть-чуть подробно вам расскажу о наших взаимоотношениях с пиаром и нашей точки зрения. Партнеры у нас не так много, как в России, но растут. И мы, конечно же, очень рады, что достаточно много у нас знаковых клиентов. Вы узнаете KPMG, которая входит в четверку крупнейших аудиторов. Все их британское представительство это 25 тысяч человек. Они работают на Bitrix.com, компания Axe страховая в Ирландии 4 тысячи. И помимо, конечно, таких вот всемирных брендов, у нас очень много есть просто необычных кейсов. Если вы знаете, у Ларри Эллисона есть своя яхтенная команда, Oracle Racing Team, по-моему, они работают на Bitrix. Венская архиепископская работает на Bitrix. MIT, NASA Jet Propulsion Lab. И, в общем, это показатель того, что несмотря на то, что бренд наш, конечно, не так известен на Западе, как здесь, в России, но сам продукт очень классный мирового уровня, люди покупают, потому что они видят, что аналогов просто нет. я расскажу немного и по нашей ценовой политике, которая нам позволяет конкурировать успешно в развивающихся рынках. Ну и, конечно, для меня лично самое главное мой KPI – это регистрация и продажа, и 2000 компаний каждый день за пределами России, Украины и стран СНГ регистрируются. Это очень классный показатель. Очень немного CRM-систем и Project Management систем имеют столько регистраций. Я тут немножко добавлю о том, что среди наших клиентов есть даже агентство, которое один из отделов ФБР. Мы, конечно, не знаем, с какой целью они купили у нас, но нам пришлось пройти специальную процедуру. Они нас вынудили, то есть они связались, мы хотим вас купить, окей, и мы даже вынуждены были пройти специальную процедуру регистрации, как государственный, как поставщик королевского двора, ну то есть у них знать тоже надо, для участия в тендере нужно же быть зарегистрированы. Мы прошли процедуру регистрации, они у нас купили, и теперь мы не знаем, ловят ли они там русских хакеров внутри, что они происходят, но в целом ФБР тоже рассматривали нас для использования. Во многих рейтингах мы участвуем, уже второй год подряд писемагазин нас включает в десятку ведущих CRM-систем мира, нам очень будет приятно рядом с САПом и с Сейлсфорсом. Я чуть-чуть расскажу о нашей стратегии, почему для нас важно, чтобы мы стояли в пятерке или в десятке ключевых CRM-ок Project Management и систем коммуникации и как мы делаем это конкретно. И вот сейчас уже по каждому инструменту я постараюсь как можно более подробно в рамках 20 минут, которые у меня есть, рассказать. Ключевой для нас инструмент, для меня, как для Chief Marketing Officer это контекстная реклама. Здесь можно просто сказать Google AdWords, потому что именно AdWords дает больше всего трафика по ценам, легко отследить конверсию. Bing, Microsoft трафик качественный, но в 20 раз меньше. С Facebook получается хорошо работать на установку мобильных приложений, ремаркетинг, реактивировать клиентов, которые у вас уже были, но B2B аудитория, по крайней мере наш опыт, в Facebook ее нет, ее мало, она дорого стоит. Поэтому если вы собираетесь на Западе открывать сервис, нужно очень сильно прокачивать компетенцию работы с AdWords. Несмотря на то, что мы с Google работаем очень близко, они нам выделят двух персональных менеджеров, помогают нам с интеграцией, с отслеживанием, мы имеем консультантов на локальных рынках, наш опыт работы с агентствами и попытка аутсорсить эту компетенцию показала негатив. агентства, если вы выходите на Запад и хотите, чтобы кто-то вам за вас делал рекламу, они хотят сесть на вас в бюджет, получать 15% с оборота, первые 3 месяца помогут, потом забудут. Мы же 4 года, год за годом, подряд отслеживаем конверсии, улучшаем помаленьку, помаленьку, это очень важно. На Западе поднимаются колоссальные деньги стартапами, 35 миллионов раунды, вплоть до 100, и эти деньги идут во что? Они идут в AdWords и в отдел продаж, поэтому это ключевая компетенция для любого сервиса, который хочет успешно расти на Запад. SEO для нас второй источник трафика, и здесь мы размышляем немножечко по-другому, нежели сами SEO-специалисты. Они, конечно же, приходят и говорят семантическое ядро, структура сайта, быстрота загрузки, мобильное отображение. У меня, как у маркетолога, подход немножечко другой. Я смотрю на запросы поисковые, на которые на рынке на данный момент нет адекватного ответа, или же Bittrex24 является самым лучшим ответом. Я вам сейчас конкретный пример дам, чтобы было понятно. У нас на сайте есть целая категория, которая называется альтернатива, и вот эта страничка наша альтернатив Salesforce. Все знаете, самая продвинутая CRM, самая популярная, пожалуй, и безумно дорогая. Ну, неудивительно, что много людей хотят тот же Salesforce, но бесплатно. Bittrex24 это единственная бесплатная CRM-система, которая подходит близко. Все остальные бесплатные CRM-ки, у них очень усеченный бесплатный план и совершенно другая стратегия. Поэтому, когда мы сделали эту страничку, мы сразу же попали в топ Google, вот видите, богатая выдача, для этого ничего не нужно делать, никаких тегов, это Google делает сам, когда видит, что хорошее попадание, и, разумеется, все те люди, которые ищут бесплатную Salesforce, а сами представляете, в масштабах мира это большое количество, они попадают на страничку Bittrex24. Также у нас есть раздел Uses, у нас есть раздел Solutions, это примерно такой же образ смышления, только здесь мы обращаем внимание на конкретные запросы из конкретной аудитории, мы стараемся использовать ту же самую терминологию, потому что это важно. Для доктора нету клиентов, у них пациенты, у них нету встречи, у них есть запись, у них есть прием, и когда вы подаете свой продукт, каждая отдельная SEO-страничка, она должна, даже продукт один и тот же, разумеется, она должна говорить на языке клиента в тех терминах, в котором вам нужно, поэтому вы можете ту же самую терминологию чашеком продавать, если объясните, что там хранятся резюме. Что можем сказать по пиару? Здесь статья, которую я написал два года назад для The Next Web, там подробно наша стратегия описана, напомню, 250 публикаций у нас, на прошлой неделе о нас The Wall Street Journal написал, на данный момент для меня лично пиар это дорого, бесполезно и очень долго. Почему дорого? работали мы с агентствами, с четырьмя, всех выгнали, хороших пиарщиков просто нет, они все берут деньги ни за что, поэтому пришлось работать лично, когда я пришел в компанию Bittrex в мае 2015 года, ой, извините, 2012, то есть через месяц после запуска, и первое время мне по 800 e-mail'ов пришлось посылать журналистам, чтобы на разговорах вывести, и что это давало? Это давало, когда у вас появляются публикации в ключевых журналах, там Forbes у нас есть, VentureBit, на нашем сайте вы их увидите, это как фейс-контроль, вы на сайт эти логотипы повесили, и народ вам доверяет, они видят, ага, про этих ребят пишут, они серьезные, ими можно пользоваться, и это единственная польза от пиара, дело в том, что сейчас умирает все, пиар и медиа, вы знаете, что закрываются издания, увольняются журналисты, потому что население мира 7 миллиардов, это более-менее косато, растет плюс 1%, а вот контент у нас плодится просто в какой-то геометрической прогрессии, все меньше и меньше людей единицу контента видит, и в результате, даже если вы попадаете в ZDNet, вот у нас была такая история, 12 переходов, вопрос, стоит ли тратить все это время, чтобы получить такие небольшие результаты, я думаю, что нет, не стоит, в прошлом году у нас было 95 публикаций в мировых СМИ, и я расскажу, как мы это делаем путем халявщика, ну, про Wall Street Journal я не буду говорить, если вы читаете Facebook, Рыжик, вы можете найти, потом можно приватно подойти, я вам расскажу немножко, здесь был другой случай, я лично 6 месяцев с репортером Wall Street общался, контент-маркетинг это то, что нам дает очень хорошие предсказуемые результаты, и здесь у нас тоже немножко свое представление, что это такое, потому что очень сейчас такая популярная тема повторяется избитая контент из The King, плохого контента много, мало, хорошего, мы прежде всего думаем о дистрибуции контента, а не его качество, это не значит, что мы делаем плохой контент, это значит, что мы думаем о том, в первую очередь, как этот контент найдет своего читателя, здесь очень много своих хитростей, то есть мы, например, в том числе и интервьюируем экспертов, мы знаем, это люди тщеславные, как только мы их интервью разместили, они сразу же пошли по своим фейсбукам, твиттерам писать, но для меня лично самая лучшая фраза, которая нашу контент-стратегию демонстрирует, это совет Стива Мартина, который он дал начинающему комику, который спросил его, как пробиться в Голливуде, он сказал, что единственная работающая стратегия это стать настолько хорошим, чтобы вас нельзя было больше игнорировать, и вот эта вот вторая часть, чтобы вас нельзя было игнорировать, это то, чем я занимаюсь, чтобы это слишком эзотерично не звучало, чтобы была конкретика понятна, небольшая история, все знаете про слэк, очень популярная система, 2-3 года назад она начала расти, мне лично было понятно, что вот сейчас журналисты начнут писать статьи по теме не слэком единым жив человек, какие есть еще альтернативы, и я заранее разместил несколько статей, где говорил об альтернативах слэка, и конечно же номер один шел Битрикс, и очень легко было подать и объяснить, почему Битрикс это хорошая альтернатива слэка, потому что немногие организации могут построить всю коммуникацию, коллаборацию только на чате, кому-то нужны задачи, кому-то нужна живая лента, и Битрикс это дает. Журналисты люди очень ленивые, я сама могу сказать, потому что 10 лет назад я работал и что происходит, они идут в Гугл, вбивают запрос, и через полчаса у тебя готовая статья. Первый журналист пошел в Гугл, вбил, увидел мою статью, написал свою статью, полностью повторил мои тезисы. Пришел второй журналист, увидел мои статьи и статью первого журналиста. Чуть-чуть там еще кого-то добавил, все то же самое. Если вы сейчас вобьете фразу слэк альтернативес или фри слэк альтернативес, увидите, что лично у меня Гугл, он дает пересонализированную, выдачу. Из десяти статей шесть упоминает битрикс24. Я дал этот пример не для того, чтобы сказать, что у нас есть какая-то стратегия вокруг слэка. Мы думаем очень похожим образом вообще о категориях. Дело в том, что слэк, с моей точки зрения, такая хайповая история. Через пару лет, наверное, с ним случится то же самое, что и с ямером. Но есть темы вечно зеленые. Пять лет назад и в этом году, и через пять лет будут писаться статьи о том, какие лучшие CRM для малого бизнеса, какие лучшие бесплатные CRM, какими проект-менеджментами должны пользоваться фрилансеры. И очень важно встать в категории, чтобы вас начали перечислять через запятую, потому что есть 100 CRM, и 250 таск-менеджеров, и 300 чатов и мессенджеров. Буду писать про пять-десять. Вот когда я показывал, что мы встаем в десятку ведущих мировых CRM, точно такая же работа. Выбирайте категорию, где вы должны быть, объясняйте, почему вас игнорировать нельзя, и тогда начинают о вас писать, в том числе и СМИ, с вашим минимальным участием. Эмейл-маркетинг здесь никаких секретов нету, я думаю, что это банальность, работать можно только собственной аудитории, если ее сегментировать. Нет никакого смысла ни спамить, ни покупать мейлин-листы, ни арендовать их, ни обмениваться с кем-то, либо еще, только своя аудитория. Я специально попросил посчитать, сколько мы сделали рассылок за предыдущие шесть месяцев, 236. Разумеется, это не значит, что мы там раз в два дня посылаем емейл, это бы просто убило наших клиентов. У нас очень много сегментов. Мы рассылаем обучающие емейлы для тех, кто только зарегистрировался, шесть емейлов на английском, немецком, испанском, португальском. Есть у нас приглашение на вебинар, есть у нас рассылки по партнерам, спецакции для тех, кто скачал коробку и т.д. и т.п. В таком виде емейл-маркетинг работает. Две этих фотографии в нашей компании известны как мальчик на выставке и два деда. Это мы в 2014 году с Димой на Цебите. Для тех, кто не знает, это центральная выставка в Европе по технологиям. Третий господин это Дион Хинчклиф, он специалист мирового уровня по коллаборации. Он тогда посмотрел Битрикс и сказал «Ребята, если вы сделаете все правильно, вы будете круче, чем в Salesforce». Ну и тогда же у нас началась война с Цитриксом. Да, это был первый случай, когда мы первое столкновение с Цитриксом, причем в буквальном смысле разговаривая с Дионом, я оступился и повалил какой-то стенд. Ну, стенды были небольшие такие, с бумажкой. Я стал их собирать и какой-то мужчина начал мне помогать. Он посмотрел мой бэджик, я его, он говорит «Вы не только развалили нам стенд, вы еще и украли наше имя». Компания Цитрикс, они стояли со своим подио, вот, и мы посмеялись, прилетело нам позже. Прилетело нам позже, через несколько лет Дмитрий сделал страничку замечательную Битрикс-альтернатива Цитрикс. Тут же нам пришел судебный иск, в котором нам сказали, что если мы не прекратим практику таких сравнений, то они нам отберут у нас имя, заблокируют наши домины и вообще лишат нас бизнеса, в буквальном смысле. Это было очень серьезно, прозвучало очень грозно, мы подключили юристов, это первый раз, когда мы действительно испытали страх и ужас перед большой корпорацией. И дальше пошла война юристов, поднимались прецеденты, как вы знаете, все было как в кино, производил фанатический разбор имени, насколько созвучно Битрикс и Цитрикс. В итоге мы поднимали, когда мы начали, очень важным оказалось, что у нас есть все торговые марки, все домины зарегистрированы очень давно, все право, первые продажи произошли за много лет до того, до столкновения с Цитриксом. В общем-то, это была ситуация, которая показала, насколько важно не цеплять чужие стенды на выставках. Да, поэтому мы сейчас в основном стараемся, чтобы партнеры наши проводили такие оффлайн-мероприятия. Это наши перуанские партнеры. Но, опять же, как с пиаром, я вам вынужден сказать, что ивенты чужие, по крайней мере, они не работают, отмирающий формат. Это хорошо для нетворкинга, чтобы удобно встретиться с журналистами, они все там или с аналитиками. Хорошо, когда ваш бренд где-то физически присутствует, люди вас все время видели в интернете, тут они могут потрогать этот вау-эффект, но польза на этим заканчивается. Если делать ивенты, то вот как делает Bittrex сейчас полностью свой ивент под себя. Вебинары обычно считается, что это обучающий инструмент, но я его здесь включил, потому что мы отслеживаем всю воронку продаж и как только есть один из шагов вебинар, то конверсия в продажу увеличится в два-три раза. Мы честно скажем, что не знаем, где яйцо, где курица, или же люди, придя на вебинар, действительно видят, что у вас крутые продукты покупают, но возможно ситуация, когда человек, который изначально более предрасположен к покупке и также более предрасположен к регистрации на вебинар. Партнерство, так как мы большой заметный игрок, у нас партнерство есть со всеми ключевыми игроками, с Google, с Microsoft Office 365, Viber вы все видели, если были на прошлой презентации. Здесь история, в общем-то, обычная, если вы большие, вы заметны, но нужно иметь в виду следующее. Каждый здесь играет за себя. Google два года назад, в Ирландию нас возил, и их европейские топы, один из первых вопросов был, не хотите ли вы продавать Google for Works, у нас хорошая комиссия, и все интересуются именно как им свои KPI поднять. Поэтому каждый за себя. Ну давайте меньше ла-ла-ла, больше цифр, где что у нас получается, где мы зарабатываем деньги. Что касается облака, то ключевой для нас рынок это США, здесь я абсолютную цифру удалил, 20% у нас США, 14% Америка, но ввиду того, что у нас уникальная ценовая политика, мы не берем за юзеров, развивающийся мир совокупно это более 51%, и нас это устраивает, потому что мы знаем, что наши конкуренты, в том числе и те, которые на Западе, обычно совершенно другие проценты. 50% США, еще 10% Великобритания, Канада, Австралия, они не могут предоставить нормальные цены и оставаться в экономике для развивающегося рынка, а у нас это стратегическое решение. Коробка совершенно другая ситуация, Дима много говорил по Германии, это для нас абсолютный лидер, ну и Макс здесь расскажет, что такое типичное немецкое внедрение коробки. Вьетнам очень хорошо у нас идет, любая страна, где у нас получается один-два хороших партнера, сразу же у нас выстреливает коробка, много-много идет деньги. Америка совершенно другая ситуация, так как все облачные сервисы, они американские, это Amazon, Google и Microsoft там доверие облаку, хорошую коробку покупают либо ради комстомизации, либо ради дополнительной секьюрности, там нету такой паранойи, как в Германии. Напомню, что они, расскажу, может быть, небольшую историю, до того, как мы немного думали, скрывать ли мы, что мы русские или не русские, или мы американцы, поговорили с немцами, они сказали, вы знаете, мы американцев не любим больше, чем русских. И когда вскрылся вот эта вся история с призмом и что NSA прослушивала даже фрау Меркель, конечно, немцам это очень не нравится, поэтому для них коробка, для всех корпораций, чтобы избежать промышленного шпионажа, для них это очень большой бонус. Где мы зарабатываем больше, на облаке или коробке? Ну, первые два года мы могли сказать и там, и там, 2016 год показывает, что по мере того, как паранойя относительно облака уменьшается, люди уже готовы отдавать свои данные в облако, мы идем вместе с трендом, но примерно 40% у нас до сих пор по деньгам на коробке. Где продаем мы сами, где партнеры, извините, тоже ничего удивительного, партнеры, их наивысшая ценность это именно коробка, нужно установить, нужно внедрить, нужно доработать, нужно обучить и две трети продажи идут через партнеров, у нас такая политика, мы стараемся клиента отговорить от прямой продажи, мы сразу говорим идите к партнеру, потому что все равно мы знаем, они к ним придут. Распределение по валютам, здесь у нас был небольшой эксперимент, мы выходили два года назад на рынки Китая, Индии и Бразилии, решили дать им национальные валюты, казалось нам это идеальным решением, но в итоге не совсем так, сами партнеры же начали говорить, у нас высокая инфляция, что в рупиях, что в реалах, верните обратно доллары в зад, возможно, мы вернемся к бивалютной корзине. Ну, по партнерам ситуация у нас примерно их 800, плюс-минус, и там, где популярен продукт, там, где идут продажи, там и партнеры, но здесь такая же ситуация, курица и яйцо, что первично, клиента или партнера, вот так вот, Вьетнам, опять же, уникальный рынок, Дима говорил про Германию, я буду говорить про Вьетнам, у нас из продающих партнеров, они все голды, продают мэрию Хо Ши Мина, самый крупнейший мобильный оператор, мобифон вьетнамский на Битрикс 24, они сейчас проводят экспансию в соседние страны, крупнейший банк Камбоджи будет на Битрикс 24, они идут в Индонезию, они идут в Малайзию, в общем, мы очень-очень благодарны. Что, какие региональные особенности нужно иметь в виду, помимо очевидных, то, что платежеспособность по странам разная. Я специально тут решил спалить тему, показать, какую выручку мы получаем в год с одной регистрацией, то есть это не клиент, это просто регистрация, но увидеть разницу там в сто раз бывает. Китай. В общем-то, очень простой рынок, понятно, куда надо идти, когда вы приходите в Китай, либо туда, либо туда, либо стоять на месте. С чем мы столкнулись? Китайский фаервол, вы, наверное, слышали, то есть никогда невозможно сказать, ваш облачный сервис будет работать, не будет, как быстро. Гугла нету в Китае, он запрещен, то есть в Гугле нельзя купить китайскую рекламу, надо идти в Байду. Идете в Байду, там нет английского кабинета, нужно иметь китайский номер. Ладно, нанимаем агентство, они все делают. И мы, конечно, китайцев быстро обучим, потому что на Ютубе нас много обучающих видео. Проблема только что, Ютуба нету в Китае. Ладно, мы на Юкур все разместим. И, в общем, если вы идете за рубеж, ни в коем случае не выбирайте первый маркетинь Китая. Не начинайте с Китая. На самом деле, ситуация с Китаем для нас остается загадкой. У нас есть две локализации китайские. И есть партнеры, которые пытаются там работать, но мы видим, что нет успешных сервисов, которые выходят на территорию Китая. Вот один из наших таких мировых конкурентов, компания «Зоха», это индийский производитель, они 3000 человек компания, многолетняя история, они с 2006 года на рынке, очень большие, миллиард оборотов, их нет в Китае. Их нет в Китае, они есть под другим именем. 50 на 50 с партнером, и их форум пестрит сообщением, почему так медленно, сделайте быстрее. И нам люди пишут, если мы перейдем на «Береза 24», будет быстро? Этот вопрос мы адресуем потом Саше Демидову, и он нам скажет, будет ли быстро. Это в Китае. Но вообще, Амазон туда пришел, пока проводят, они закрытые тестирования, и, возможно, мы впишемся в их проект, они нам предложили даже условия по размещению компаний в стартап своем сообществе. То есть, возможно, что с Китаем станет лучше. Но там настолько все уникально, там свои чаты. Мы тоже в рамках проекта, вы, наверное, не видите, но у нас даже для открытых линий существует интеграция с QQ или с WeChat. То есть, эти вещи мы даем для китайской аудитории, но пока обратно нам никто не приходил. В общем-то, для нас это пока история загадки, но амбициозная. Будем вас информировать по ходу. Начинать стоит с Латинской Америки. Здесь два ключевых рынка. Это Бразилия и Мексика. Причем бразилицы, русские братья навек. Многие отмечали, в том числе и игровики. Если что-то продается хорошо в России, это продается хорошо в Бразилии. Не знаем, почему это действительно так. Мексика – лучший рынок, чем континентальная Испания. И это два основных рынка. Неплохо продается Чили – хорошая страна. Колумбия. Начинайте с этих двух стран. И стоит иметь в виду, что есть две страны – Венесуэла и Аргентина, где есть валютный контроль. В Венесуэле он просто жесткий. Там нельзя ничего не купить, диноминированно в долларах США. У вас не будет продаж из Венесуэлы чуть-чуть получше с Аргентиной. С Венесуэлой у нас связана интересная история. У нас там был партнер достаточно успешный, но деньги он возил в мешках через границу и отправлял их из Колумбии. И в какой-то момент он не смог перевести деньги и говорит, а можно я чем-нибудь другим расплачусь? И вот что-нибудь другое из Колумбии нас немножко напрягло. Поэтому мы на тот момент отказались от сделки. Но если вы начнете работать, помните, что есть и такие способы расчета. Если вам придет ящик с бананами, возможно, то тоже вариант. У нас с этого года работает новая сотрудница, очень интересный человек. Она родилась в Калининграде, но 15 лет прожила в Аргентине, год прожила в Бразилии. И она нам очень интересные истории рассказывает про Латинскую Америку, кто там кого ненавидит, есть какие виды способы заработка и так далее. Германия, опять же, мы ее любим. Это лучшее... Если вы хотите выйти на рынок не английский, в Европе начинайте с Германии. Там полный орднунг. Знаете, да? Полный порядок. Все стереотипы о Германии, они все правда. То есть не нужно немцу объяснять, что такое ЦРМ и как ее внедрять. Они 20 лет пользуются ЦРМ, у них все процессы прописаны. И вот просто делайте, что они просят, и будет вам счастье. Мы обожаем Германию. Просто продавать много денег и вкусное пиво. Если вы собираетесь перелистывать слайд, он не перелистывается, то делайте вид, что все нормально. И если вы собираетесь выходить в исламский мир, то здесь точка входа – это Объединенные Арабские Эмираты, как Сингапур. У них там много экспатов и язык международного общения английский, поэтому очень хорошо там идут дела. И наши партнеры из первобита, может быть, даже расскажут, как и что. А вот в других странах чуть-чуть посложнее. Мы продаем везде. Мы продаем в Саудовскую Аравию, в Квейт, в Бахрейн. Комиссия по ценам бумага Катара работает на Битриксе. Но есть свои нюансы. То есть в Саудовской Аравии сейчас не 2017 год. Они ведут летоисчисления от пророка Мухаммеда. У них лунные календари. РТЛ справа налево. То есть вы не можете просто перевести продукт на арабский или на фарси, если это Иран. Там сразу же меняется менюшка. В общем, все непросто. По-моему, я рассказал про все, что я хотел рассказать. И мы с удовольствием... Вопросы как мы будем? Возможно, мы расскажем более полную историю Битрикса, запишем ее в виде книги и будем продавать ее на Амазон, но это будет немножко позднее. Поэтому, если у вас остались вопросы... Есть вопросы? Да, есть. Один? Два? Да, спасибо, Дмитрий. Давайте мы быстро ответим. Но часть вопросов можно будет обсудить в рамках круглого стола. Внедрять Битрикс24 за пределами РФ без открытия зарубежного лица? Нет, нельзя. Это принципиально. Если вы причем, имейте в виду, можно иметь, нужно иметь зарубежное юрлицо за пределами бывшего СССР. То есть, литовское юрлицо не подойдет, эстонское не подойдет. Подойдет Британия, Америка, Чехия, ЮАР. Стой, там. Достаточно одного юрлицо за пределами. Да, одно юрлицо дает вам полное покрытие. То есть, из Америки вы можете продавать в Германии, можете в Чехию, т.д. и т.п. Но, естественно, мы даем предпочтение тем, у кого есть локальное представительство и потому, что американцы любят работать с американцами, чехи с чехами и т.д. и т.п. Может, да, везде. Но вы не сможете продавать в России. То есть, это лицензионное соглашение, которое... Нет, нет, имею в виду, что это два... От того юрлица. Две разные партнерские программы. Какие инструменты для продажи Битрикс24 имеются за рубежом? Партнерский кабинет, афилиатская программа, прямая продажа, документация баня. В целом, у нас будет все. Ну, фактически, у нас есть все. У нас есть партнерский кабинет. У нас не хватает только афилиатской программы. С запуском афилиатская программа у нас юридические. Пока тонкости. Мы постараемся их приобретать. У нас есть проблемы с обратными выплатами партнерам и с налогами вокруг этого всего дела. То есть, для сервисов это... Есть определенная проблема взаимодействия между рынками. В целом, будем решать. В течение этого года мы планируем запустить афилиатскую программу. Прямые продажи. Есть документация, баннеры. Да, мы поставляем. У нас есть полный тоже брендбук, как и в российской компании. То есть, все это сложно и не отличается. Вы говорили о том, что пиар не работает, поэтому не пользуемся... Это же как... Очень длинный вопрос. Битрикс действительно распространяется все быстрее. Можно еще сказать о пиаре. То, что во многих странах этот класс... Вот даже в России, да, нету ни компьютеры. Там, по-моему, полуживой Синет есть. И проблема в том, что даже те издания, которые издали, там нету нужной аудитории. То есть, техкранч сегодня, это венчуры пишут для венчуров о венчурах. Или там стартапы, а стартапы для стартапов. Когда вы в последний раз ходили на Цукерберг позвонить, чтобы выбрать ЦРМку или там Project Management, то есть, рынок настолько поменялся, что пиар не является лидер-генерационным каналом уже много лет. И вот только... Единственная его польза – это фейс-контроль. Вы логотипы поставили, звучит круто. Вы прошли в клуб, можете танцевать. Все, больше они вам не дадут... Это, наверное, от вас, от вас, наверное, вопрос. А, ну я его дочитал, я просто теперь его понял. Да, да. А что, в протяжении вашего продукта, в целом распространении, это круто, это работает. Но именно имидж. То есть, мы заметили, мы проводили аналитику, что многие заказчики не хотят связываться с этим, потому что просто какой-то имидж не мешает. То есть, устаревшее мнение о компании... В России. В России. Да, в России. Для того, чтобы на Западе нет публичного такого еще у нас имиджа. Еще. Я, наверное, зря слово использую. У нас нет такого имиджа. Есть, конечно, опыт неприятный внедрения у клиентов, когда тоже неприятное было общение с партнером. Ну, не то, что неприятное, а просто несросший проект, потраченные деньги и так далее. Есть ситуация, когда задача не решена, негатив остается. Это не массовая история. Массовая история, она связана все-таки с положительной стороной. И как сервис мы получаем, так сказать, не больше негатива, чем любой другой сервис на рынке. Если посмотреть, зайти в любое сообщество любого существующего инструмента, мама дорогая, так мы еще и зайки по сравнению с ними. Имейте в виду, что я chief marketing officer, у меня KPI в регистрациях. У меня четыре человека, которые работают на весь мир. И так как пиар реально занимает много времени с точки зрения полезности, мы перестали, два года назад перестали заниматься, потому что мы добились то, что нам нужно. У нас есть публикация, мы всем доказали, что мы крутые, мы вошли в все рейтинги. И если был бы отдельный человек, который специально весь день тратил, чтобы общаться с журналистами, возможно. Но с другой стороны, опять же, из России можно работать хоть в The Wall Street Journal. То есть можно отсюда работать.